Девочки, всем привет! Сейчас мы с Катюхой идем к педиатру. Я очень надеюсь, что нас выпишут, потому что она не болеет. Вчера смотрела ей горлышко. Горлышко белое, ну, не больное, не розовое даже. Вот, соплей нету. Поэтому я очень надеюсь, что ее... Ну, сегодня нам дадут справку, что она здорова. Вот, лекарство Тантун Верде я брызгала утром и вечером и промывала носик ей. Я не знаю, чего, конечно, промывала, но промывала этим. Аквамарис. Вот. Сейчас мы с ней сходим и зайду, надо заплатить мне за воду, и зайдем в магазин. Хочу все-таки, знаете, все равно интерес больше играет, чем он есть. Хочу посмотреть, что творится в магазине, потому что, когда пару дней тому назад я ходила, полки были пустые именно с крупами. Сейчас мне хочется тоже посмотреть, но надо кое-что купить. Вот. И хочу посмотреть обстановку, что у нас творится в магазине. Потому что на самом деле, на самом деле, да, как я уже говорила, сидя дома, ничего не знаючи, вот, я думала, что такого у нас ажиотажа по продуктам нету, но оказывается, есть. И показывали фотографии, что в больших супермаркетах ну, полки пустые. Вот. Так что сейчас сходим с ней. Очень надеюсь, что нам дадут справку о выздоровлении. Мы уже подходим к детскому педиатру, к больнице, к поликлинике. Вот. Иду, девочки, волнуюсь, безумно, волнуюсь. Потому что я вижу ее по одному, педиатр видит ребенка совсем по-другому. Вот. Но я не от того, что хочу Катю быстрее выпихнуть в садик и быть одна дома, там кайфовать. Нет. Ей дома безумно скучно. Скучно. Она постоянно говорит о садике. Мамка, пойдем в садик. Она просыпается рано утром. Главное, когда в садик, проснуться она не может. А когда не в садик, она уже тут как тут. Мы уже в поликлинике. Сейчас там зашли. Ну, зашли, а мы уже следующие. Вот. Я волнуюсь. Не знаю, почему, когда прихожу в какую-нибудь поликлинику, я всегда волнуюсь. Не знаю, почему. Дет волнение. Главное, ничего делать не будут. Только посмотрят, обсмотрят, сделают и все. Но я волнуюсь. Все. Я довольна. А! А ты, похоже, зайка? Да, похоже, зайка. Все. Нам даже без проблем. Вы писали. Я знала, что она у меня здоровая. Но, как грубо говоря, для профилактики тоже надо. Вот. Дальше что? Какие планы? Сейчас мы сходим на детскую площадку. Катюха ходит. Хочет. Сейчас она немножко погуляет. Как я сказала, схожу, заплачу за воду. Потом магазин зайду. И у меня вообще есть такие планы. Но не знаю, как это осуществить. В Максовой комнате, в маленькой, в маленькой комнате, где у него стоит компьютер, там есть диван. Диван абсолютно практически новый. Вот. Он там бесхозный. Когда к нам приезжают гости, а они у нас редкие гости, если честно, вот, они спят у Максовой комнаты, потому что там есть огромный, даже, наверное, не евро диван, ну, прям огромнейший диван. Вот. И там, ну, если что, гости там спят. И получается, тот диван просто стоит вообще, ну, никак. Вот. И моя задумка. Тот диван, который практически новый, новый, перенести в мою комнату, ну, в нашу комнату. Вот. И сделать Кате, ну, как Кате, отдельное спальное место. Вот. У нас так раньше это было, но почему-то потом мы обратно занесли. Ну, короче, не знаю, почему мы его обратно занесли. Вот. Я хочу сейчас это сделать. Но загвоздка и проблема в том, что у нас дверные проемы очень узкие. Катюшечка, машина. Катя, вот. И, а он шире идет, чем дверные проемы. Я как-то, когда один раз я переносила вообще этот диван, девочки, я все обматерила и я пожалела, что я взялась за этот диван. Вот. А когда Руслан его перетаскивал обратно, он там спинку все открутил, все подкрутил. Вот. Но я не знаю, как у меня получится. Очень хочу я это сделать. И сегодня дома я так не убирала. Я думала, что я его перетащу. Сейчас, может, дождусь Макса со школы. Мы его перетащим, все поубираем. И, ну, потому что Катюхин уже выросла. Тоже она... Ну, короче, что долго объяснять? У меня, вы понимаете, и у кого дети спят вместе. Вот. Так что, вот такие вот планы. Не знаю, как они осуществятся, а может не осуществятся вообще. Пришли мы заплатить за воду, и вот что у нас написано. Оплата за воду не принимается. Карантин до 12 апреля. Ой, блин, вообще трындец. Пойдем, Катюшка, в магазин. Нет, сюда уже не пойдем. Там карантин. Пошли, зайка. Так. Сейчас мы в пятерочку не пойдем. У нас пятерочка, у нас тучи, вообще жесть. А пойдем в Дикси. Мне эта пятерочка не очень нравится. Знаете, тут такое ощущение, ну, короче, не очень мне здесь нравится. Так, а мы пойдем на мое, наш Дикси. Он маленький, но уютненький. Посмотрим, что там у нас. Ну, то у нас все нормально. Пока я вижу овощи, молочка все стоит, молоко мне надо. А, молоко надо мне. Яйца тоже у нас есть. Так, что у нас? У нас получается раскупили, раскупили, что у нас? Раскупили муку. Сахар есть, сахар есть. Так. Ну, и Геркулес. В принципе, больше страха было. Ой, Геркулес ананасом какой-то есть, семенами чия. Ой, какой хороший Геркулес, обалденный. Вот. Ну, как-то, как-то вот так. Тут тоже у нас весь магазин полный. Все полки полные. Поехали дальше. Поехали? Видите, как мы сидим? Молоко купили. А, вот даже у нас вермишель есть. Обалдеть. Все есть, все нормально. Больше кипиша было. доширак? А? Сейчас. Что хочу сказать по поводу магазина. Все там полным-полно. Дефицита ничего нету. нету гречки, нету риса, но есть это, как его, ну, в пакетиках, да, по отдельности. Ну, короче, понимаете меня, да, там пять пакетиков в одной коробке. Вот. Этого нету. В вермишеле есть. В принципе, магазин забитый. Вот серьезно. Если бы не было вот этого кипиша, то, ну, грубо говоря, не знаю, человек зайдет, и он даже не поймет, в чем там проблема. Как бы, все-все забито, колбаса забита. Ну, короче, полностью магазин забитый. Я не знаю, как в других магазинах, там, в Пятерочке или в других регионах, да, в Москве, в Московской области. Ай, куда заехали? Вот. Ну, там, где сегодня я была в Дикси, у нас все нормально. Вот. Мы тоже попались на эту удочку, да, закупились. Ветер такой. Все, мы с Катюхиным идем домой. Я зашла в магазин, что мне надо было? Купила по акции Купаты. Вот. Они были две штуки по 140. Ну, короче, одну покупаешь, одна в подарок за 139 рублей. Вот. Потом зубная паста мне нужна была. А, и Катюхи купила, ну, пюрешку в мягкой, мягкой, ну, мягкой, мягком тюбике. Господи! Купила я сметану по акции 20-ти процентной, потом купила я бананы. 109 рублей по акции была вот такая вот Кулгейт с углем. Это на всякий пожарный. Закупаюсь. Паники нету, но на всякий пожарный. Пока я вспомнила, поэтому буду лежать. И вот взяла вот такие вот. Так, что это у нас? Со своей всегда вкуснее. Уникальная рецептура, стопроцентный натуральный продукт, своя, для всей семьи. Это у нас люля-кебаб охлажденный. Вот. За две пачки я дала 139 рублей. Тут по, ну, по 4 штуки. Сейчас Максимушка придет, я пожарю нам. Вот. А это уже, ну, там, короче, морозильник. Девочки, вот смотрите, вот он диван. Вот то, что я хочу, да? Вот он диван. Вот проем, но он очень маленький, он очень узкий, а диван широкий. Руслан как делал? Я видела, он откручивал вот эти спинки, ну, вот эти, короче, вот, его раскладывал и вот так нес. А это уже по отдельности. Я не знаю, как у меня это все получится, потому что я вообще выносила диван сама. Никто не помогал, обматерила все на свете. Короче, не откручивая спинки. Ну, не знаю, как у меня получится. Я очень хочу. И хочу поставить сейчас у меня маленький бардак, потому что я специально так не убирала. Все думала, какая-то будет перепланировка. Хотела убрать тумбочку, это все убрать и поставить, ну, вот так, да, чтобы у Катюхи, сегодня у меня Катюхин обдеделил, прямо неожиданно было для меня. Вот, ну, высыхает просто. И вот получается, Катюхе сделать ее место, вот, потому что, ну, как-то, как-то вот так, потому что на одной кровати строемник Амельфо, вот, а у нее будет отдельно такое ложе. Вообще, я хотела поставить его вдоль окна, ну, посмотрим. Сейчас, если надумаю, то, короче, я вам покажу, что получится. Девочки, скучно было мне, скучно. Не могу показать, Катюха у меня там в трясюльках. Этот, решила я Катюхе сделать отдельно, 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 чтобы она спала. Вон там, короче, мы решили поставить кроватку. Вот, кроватка ее. Я думала, что мы ее выбросили, потому что, так как она не спала в этой кроватке, вот она родилась и не спала в этой кроватке, она спала все время с нами. И, блин, мне это реально надоело, она уже выросла. Так, Катюшина, где наш пульт? Вот он, пульт. И я сегодня захотела сделать этот, захотела сделать что-то новое, вот, и поставить ей кровать. Но, что я сделала? Я перетащила диван, диван с маленькой комнаты. Я сегодня целый день с ним возилась, перетаскивала, откручивала. Это, правда, нелегкая задача. Вот, все поставила, получилось, как в бараке, диван занял всю комнату, приезжает Руслан, и говорит, что ты сделал? Я говорю, что сделала? Кате, место отдельное делаю. Она говорит, зачем? Надо было взять, ну, кроватку, дедка, она у нас еще осталась. Я он сколько раз, он говорит, я выкину эту детскую кровать. Вот, я думала, он ее выбросил. Оказалось, нет, я думала, я думаю, боже, это еще лучше, не будет такого барака. Мы поставили, сейчас я вам покажу, сейчас. Получается, моя кроватка должна еще быть вот эти, ну, ограждения, но не станем это делать. Поставили около окна, ну, там у батареи, как бы, и весна, тепло, не дует, у нас окон не дует. Вот. И вот так показываю, потому что Катюшкин у меня не в таком виде, в каком надо бегает. Вот. А диван я вообще поставила вот здесь, и получилось как, ну, как барак, блин. И получается продолжение, ну, прикольно, должно получиться хорошо. Вот так пока мы сделали, пока, потому что она у меня дома, пока вот так. Конечно, ничего такого толком не видно, но там кроватка, здесь наша, ну, и здесь Катюха понаставила игрушки. Это капец! Да? Капец! Твои игрушки. Вот. Что, Микуша? И тебя снять? Ну, привет. Скажи, девочки, всем привет! День прошел, и хорошо, что он прошел. Вот. Сейчас я покупала, сейчас купается Катюха, она сейчас в ванной. Вот. Я хочу, все смотрю и смотрю, смотрю и смотрю, гирлянду тут мои, не обращайте, пожалуйста, внимания. Вот, смотрю все на Невею, который я покупала, крем, он у меня до сих пор запечатанный, красивая кожа, 24 часа увлажнения и восстановление. Ночной крем для всех типов лица. Вот, что хочу подвести итог, наверное, всего этого ажиотажа с коронавирусом, то, что в магазинах все это раскупалось, и я, мы тоже, наша семья попала под это влияние. Вот, и тоже накупили, и теперь будет, я не знаю, до следующего года то, что мы закупили. Привет! Вот. И, и что? И что? Мне кажется, конечно, делает этот весь ажиотаж все люди, кто-то попадает на ту ловку, а многие... А, подожди, Катюшечка. Кто-то повелся на эту уловку, а кто-то не повелся на эту уловку. Короче, ну, как-то так. Мне кажется, на самом деле, я согласна с многими, кто писал комментарии, что, на самом деле, ажиотаж, мы создаем это сами. Так, крем вот такой. Все вот такого плана. Форма, ну, вот такая вот баночка. Очень красиво, лаконично исполнена. Все, как всегда, у Невеи. Тоже тут написано вот такая вот Невея. Запечатано. Мама, а я? Мама, а я понюхаю. Очень приятно пахнет. Пахнет? Угу. Так, ну и что, попробуем сейчас на лицо. А я? А я? Ну, запах, на самом деле, очень хороший запах. Прям такой, знаете, приятный, похож на какой-то цветок. Ну, структура немножко жирноватая. Ну, такая плотная структура, да, тот, который я не люблю, но я не скажу, что прям плотный, плотный, жирный, нет. Вот, но буду с удовольствием пользоваться. Мне уже, знаете, запах мне очень понравился. Очень и очень. Прям такой приятный запах. Вот. Ну, на сегодня мы будем с вами прощаться. Самое главное, не болейте, берегите себя, моем руки. Блин, я не знаю, что сказать. На самом деле, нам всем здоровья, нам всем терпения. Люблю, ценю вас, каждую из вас. Целую в обе щечки. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok